Старинная музыка, современные эффекты. Необычное шоу прошло в Ереване. Музыкально-драматическая постановка под названием «Амен» ближе познакомила зрителей с историей и культурой Армении. На сцене выступили более 200 артистов. На премьере побывал Армен Осипянс. Последняя репетиция. Результат трех лет непрерывной работы. Проект собрал артистов из разных стран, но все они армяне. Оперная певица Джулета Голостян ради этого шоу специально приехала из Швейцарии. Я исполняю очень интересный музыкальный отрывок, который рассказывает о нашем первом Урарту. Это государство, которое было в 9 веке до нашей эры и на месте, в котором позже образовалась Армения. Опера и фолк, народные танцы и балет. Подобное многообразие жанров в одной постановке армянский зритель видит впервые. Идея была глобальна и она опирается и на нашу традиционную армянскую музыку. Здесь есть и элементы классической музыки, и поп-музыки, и фольк-музыки. Красные наряды – символ огня очагов, вокруг которых 5000 лет назад создавались семьи предков. А выступление юных артистов со свечами в руках рассказывает о приходе в Армению христианства. Музыканты, хореографы, художники объединились с историками, чтобы показать, какой путь прошел армянский народ с древних времен. Символично и само название постановки «Аммен», что означает «да будет так». Это первое такое масштабное театрализованное полотно, максимально насыщенное символами. Они олицетворяют возрождение нашего народа. Древние орнаменты, изображения языческих богов, армянское искусство разных эпох показали с помощью современной анимации. За полторы часа историю Армении не расскажешь. Но мы хотели дать какие-то ключевые моменты. Авторы постановки уверяют, проект получился благодаря энтузиазму соотечественников. Артисты выступили бесплатно. Часть средств от продажи билетов направят в детский благотворительный фонд. Армян-успянц, Арман Симонян, МИР24. Коллектив планирует до конца года представить шоу в Италии на знаменитой арене Деверона, а также на известных сценических площадках Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Субтитры создавал DimaTorzok